Всем привет дорогие друзья! Недавно в своём телеграм канале я провёл опрос на тему за какой класс вы хотели бы играть, если бы его значительно усилили. Другими словами, мы пытались выявить любимчиков аудитории вне меты. И на самом деле, данный эксперимент оказался гораздо интереснее, чем я думал изначально, так как мы смогли выявить те классы, по которым люди действительно соскучились и хотели бы их увидеть в мете. Надеюсь, что наше видео заметят и нужные реворки нас не заставят ждать. Как и я, не заставляю вас ждать и сразу перехожу к топу. А начнём мы с отдельных проб, так как остальной топ будет стоять полностью из архетипов. По 4% голосов аудитории набрали такие классы, как ЕЕ, ДК и Берсерк. В оригинальных хрониках ЕЕ был довольно сильным персонажем, и его боевые навыки в ПВЕ и ПВЕ ничуть не уступали общей эстетике. Плюс к тому геймплей был крайне увлекательным и требовал от игрока отличных навыков игры. Вообще, трудно представить персонажа, который был бы столь востребован количеством используемых умений в бою. А универсальность ЕЕшки позволяла действительно выполнять огромное количество функций. Сейчас в СНС-версии у ЕЕ таких качеств нет, и играть за данный класс весьма проблематично. Берсерк, конечно же, тоже является настоящей классикой, хоть и появился в игре немного позже, чем все остальные. Пожалуй, самое крутое в персонаже это его уникальность, и огромные перспективы в сражениях как один на один, так и в массовых замесах. Плюс к тому Берсерк был отличной боевой единицей, как в соло-каче, так и в хорошей группе с другими игроками. Я думаю, что многие помнят, когда Берсерк был одним из сильнейших персонажей, и хотят вновь вернуться на крылатую имбу. ДК, в свою очередь, тоже очень сильно располагает тому, чтобы люди его реализовали на полную как ПВЕ, так и ПВП составляющих эссенса. А при условии, что разновидности ДК аж три штуки, хотелось бы видеть действительно значительные различия, которые бы способствовали еще большему разнообразию ролей. Класс некогда был имбой на эссенсе, но, видимо, игрокам этого не хватило, и они вновь хотят вернуть былую славу этому герою. В следующем месте у нас разделили между собой танки и барды с результатом 6% голосов. Танки, несмотря на свою общую схожесть, как правило, использовались игроками абсолютно по-разному, и были востребованы очень неравномерно. Однако, каждый из них точно обладал своим неповторимым геймплеем, особенно в боях 1 на 1. В эссенсе на сегодня у них нет применения в рамках группового ПВЕ-контента, а в ПВП есть гораздо более разносторонние ребята. В итоге, все, что может делать танк в сражениях игроков, так это немного отвлекать на себя внимание отдельных противников, и то не очень сильно. К тому же, персонажи в эссенсе качаются практически всегда соло, а танка в этом плане просто невозможно разогнать. И как итог, каждый выбравший танка убивает в себя соло прокачку и фарм, получая взамен очень сомнительные перспективы в ПВП. Неспроста танки один из самых непопулярных классов, что явно огорчает их фанатов, и они с нетерпением ждут их усиления. Барды, в свою очередь, отличаются гораздо большими перспективами в соло ПВЕ и ПВП. Однако, в массовых сражениях свои усиления один бард может давать хоть на сотню других персонажей. И, как правило, такие ребята просто стоят в зоне респа и бафают тех, кто только что встал и рбафается для того, чтобы обратно залететь в замес. В массовых ПВП у бардов нет ярко выделенных функций. Совершенно непонятно, как можно принести больше пользы непосредственно на поле боя, а не в безопасной зоне, где всего лишь нужно снабжать своих ребят танцами и песнями. Возмутительная несправедливость по отношению к этим классам. В итоге, замесы происходят без бардов и танков, а ведь за счет их присутствия можно было бы здорово разнообразить и не плей. А главное, увести игроков от однообразного затыкивания друг друга одними и теми же спеллами. А теперь переходим к действительно топ-5 желаемых классов, но перед этим небольшая реклама. С вами Лайриэль, и коротко о погоде в Линейдж 2. Еще утром ничего не предвещало. Зимы? Однако уже после обеда резко похолодало. Земли Эльмарадена накрыл мощный ледяной циклон. По данным Гидрометеоадена, эпицентр бури находится в замке Монарха Льда. Отправляйтесь туда, чтобы убить главного морозного босса Клакейса и получить в награду уникальное ледяное оружие. На пятом месте у нас расположились ножи. Между разными их видами голоса распределились достаточно ровно, а общее количество голосов составило 8%. Игрокам всегда так или иначе нравилось играть ножами, ведь геймплей на них был самым красивым. Однако они требовали не только скорости реакции, но и также большого количества знаний о других классах. Ножи были сильны не за счет своих статов. Главным их преимуществом была способность использовать на поле боя сразу несколько тактик, меняя их на ходу. И чем правильнее это делал игрок, тем больше побед он клал себе в копилку. В эссенсе из-за общей довольно линейной системы ПВП и ПВЕ ножи лишились своей тактической составляющей. И по большему счету не особо отличаются от любого другого ближнего физ ДД. Разве что, в отличие от многих других, они имеют проблемы с маной, уроном по площади и мобильностью. НСО в погоне за упрощением геймплей убрало весь смысл в ударах в спину. А без этой фишки пропадает и весь смысл ножей. Которые имели слабую выживаемость, но зато при удачном бэкстабе в спину могли сразу уничтожить противника. Как итог, неиграбельный класс и сотни фанатов, которым приходится играть на других персонажах. На четвертом же месте у нас расположились воины. Да не простые, а глад с Дестером. В два этих класса им удалось собрать аж 12% всех голосов, что действительно весьма много. Если с Гладиатором вопросов никаких не возникает, это, пожалуй, один из самых популярных классов в игре, который еще ни разу себя не проявил на эссенсе, то с Дестройером вопросов чуть больше. Совсем недавно Титан был топовым классом в Мете, и держался мне достаточно долго. Но, видимо, игрокам настолько понравилось им играть, что они хотят как можно быстрее на него вернуться. В целом, неудивительно, так как в ПВП он становился страшным сном многих сильных игроков. И несмотря на однообразную линейную тактику боя, вытаскивал крайне много побед. Но Аглад хоть и был всегда довольно средним, что в ПВЕ, что в ПВП контенте, однако за счет своего безупречного внешнего вида и красивейшего стиля боя привлекал много ребят, что хотели выделиться на фоне других не только скиллом, но и интересным визуалом. Оба этих класса в какой-то мере сохранили свои уникальные черты, однако на фоне других персонажей могут значительно им уступать. К примеру, Дестер из-за очень простой модели ПВЕ контента в игре теперь не может собирать огромные толпы мобов, и легко их убивать под действием фирменных усилений. Аглад в свою очередь славился огромными критами физумений, которые теперь есть буквально у каждого персонажа. А самое обидное это то, что теперь у них нет возможности выдавать свою жесткую комбо скиллов и внести за пару секунд огромное количество урона. Можно смело предположить, если эти моменты исправят, то множество игроков вновь начнет играть за эти классы. Ну а мы переходим к тройке самых желанных персонажей, и ее открывает суммонеры. 16% голосов равномерно распределились между разными видами этого класса. И весьма понятно почему. Призыватели действительно могут быть крайне крутыми и полезными, как при охоте на мобов, так и в сражениях с другими игроками. Если бы я хотел сделать грамотный реворк, то конечно бы обратил внимание на призываемых существ. Сегодня их слуги выглядят очень уж бесполезными и выполняют функции чуть ли не аксессуара. Очень не хватает нормального скиллсета, который подтолкнет игроков комбинировать умения основного персонажа и суммона. Также необходимо ввести адекватную систему распределения характеристик, ведь в данный момент буст персонажа практически никак не влияет на статус слуги. В такой игре как Эссенс, где есть чуть ли не сотни разных слотов под предметы у каждого игрока, и сила каждого персонажа от этих предметов очень зависит, не давать призываемому существу хотя бы часть этих бонусов просто неадекватно. Отсюда и получаем огромную любовь фанатов, но маленькую популярность в игре. Второе место. И здесь у нас почетно расположились лучники. Почти пятая часть всех голосов ушло им, а именно 18%. С небольшим отрывом голосования выходит вперед Хавк, а замыкает тройку Фэйр. Хотя на самом деле меня это немного удивляет, ведь Фэйр должен был дать в идеале огромным уроном и привлекать этим людей. Но, видимо, еще со времен старых роник люди ностальгируют именно по Хавку и Сырку. В свои лучшие времена лучники могли показывать просто космические результаты на поле боя, разнося толпы вражеских персонажей или монстров буквально несколькими своими критами с автоатак. Но самое крутое это то, что при этом они все равно оставались очень уязвимыми для тех, кто мог сблизиться с ними до расстояния удара. В итоге мы получали довольно сильный класс, который требовал очень осторожного геймплея и был просто великолепен в таком балансе. На сегодня четверо лучников, что представлены в эссенс, во-первых, крайне требовательны к бусту, а во-вторых, даже в разогнанном состоянии могут носить только посредственные цифры урона. И пусть они легче переживают пвп, где противник стоит вплотную, но в этом получается уже и нет никакого смысла. Думаю, действительно крутой реворк лука, во-первых, должен углубить их роли внутри геймплея, привязав каждого к своей особенной тактике, а во-вторых, понизить их выживаемость взамен дав им больше урона, причем который был бы не стойко требовательным к бусту, как сегодня. И вот мы дошли до первого места. Я думаю, ни для кого не станет удивлением, что самые желанные персонажи для игры — это маги. 22% проголосовало именно за них, а лидирующим магом оказался СХ. Магические пачки на хэф и хрониках были лучшими, что в пвп, что в пве. И, видимо, на эссенсе версии игры на них решили отыграться по полной. Ведь буквально каждый саппорт, типа пп, ше или беша, наносит магии урона куда больше, чем у любой из четырех чистых магов. А в плане ДПС они буквально идентичны друг другу. И выбирая между Сарком, СХ, Некром и ММом, вы только меняете скин персонажа и не более. Для нормального возвращения магов в строй, во-первых, очень не хватает наносимого урона. Маленькие базовые значения мощности скиллов не дают им разогнаться. И к тому же крит ограничен всего лишь 50%. Считаю магам необходимы новые ударные скиллы. И, возможно, пара-тройка ощутимых дебафов. Пусть Некр, кроме хорошего урона, будет способен раскидывать мощные проклятия. 40 ММ, как по мне, должны соответственно эффективно поджигать, либо замедлять врагов. А для СХ можно, к примеру, дать возможность нанесения максимальных значений урона. Ради этого можно даже значительно уменьшить его выживаемость. И увеличить расход мана на небольшое время. Вот такой топ у нас сегодня получился. Его составляли полностью вы, и, как по мне, он вышел весьма объективным. За это хочу выразить вам отдельную благодарность. А если вы хотите принять участие в подобных голосованиях, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. У нас тут весело и интересно. А на этом всё. Пишите ваши комментарии, согласны ли вы с этим топом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами, как всегда, был Вайт. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok